МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С участием именно пешеходов являются непредоставления преимущества движения пешеходов на пешеходных переходах. Это когда водители нарушают правила, либо просто не предоставляют преимущества, либо поворачивают налево-направо и также не пропускают пешеходов, которые идут либо по пешеходному переходу, либо по линии тротуара. Ну и, конечно же, есть дорожно-транспортное происшествие, где сами пешеходы нарушают, переходят дорогу в неустановленном месте. Зафиксированы и наезды на пешеходов в дворовых и междворовых пространствах, где водители позволили себе быструю езду или движение задним ходом, не убедившись в том, что на дороге нет людей. Чаще всего такие происшествия случаются в темное время суток. Сотрудники госавтоинспекции обращаются к водителям. В предновогодней суете будьте внимательны при передвижении по городу, не превышайте скорость, пропускайте пешеходов. В местах перехода проезжей части как на разрешающий сигнал светофора, так и на нерегулируемых светофорами переходах. Будьте внимательны и осторожны. В первую очередь нужно полностью прогреть свой автомобиль и обеспечить видимость дороги в полной мере. Конечно же, быть предельно внимательными при подъезде к пешеходному переходу, при повороте, а также в местах, где вблизи есть учебное заведение. Но и понимать, что все-таки на дороге скользко и транспортное средство сразу не остановится. Соответственно, заранее снижать скорость при подъезде к пешеходному переходу, быть готовым к тому, что здесь появится пешеход. Пешеходам тоже стоит быть осторожнее, особенно утром и вечером. Желательно носить светоотражающие элементы на одежде. При переходе с дороги снять капюшоны и наушники. Остановиться, убедиться, что транспорт пропускает вас, даже если вы переходите на зеленый свет. Только после этого можно пересекать проезжую часть. В зимний период появляются такие дороже-транспортные происшествия, когда родители везут своего ребенка на санках, снегокатах, тюбингах и при переходе дороги не снимают его с данных приспособлений, что категорически запрещено. Поэтому при подходе к пешеходному переходу, при подходе к переходу любой улицы, ребенка необходимо снять, взять за руку и только после этого перейти в проезжую часть. Приближаются новогодние каникулы. Дети пойдут на елки, на горки, будут играть во дворах, кататься на санках. Водителям стоит быть предельно осторожными. А если вы собираетесь в каникулы отправиться с детьми на своем автомобиле в дальнюю поездку, не забудьте пристегивать детей специальными удерживающими устройствами в автомобиле. Объясните своим детям, что кататься на санках, лыжах, тюбингах можно только на специально подготовленных трассах. И ни в коем случае не у городских дорог.